В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». С вами в студии Илья Сахаров. Мы расскажем вам о наиболее значимых событиях прошедших семи дней. В Архангельске прошло заседание Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В ходе заседания, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина, обсудили в частности ход реализации проектов «Белкомор» и глубокноводный район Архангельского морского порта, а также о развитии Северного морского пути. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов России, представители бизнеса и научных организаций. Наш округ представил глава региона Игорь Кошин. Он понял вопрос о требованиях Роспотребнадзора к строительству новых учреждений образования и здравоохранения. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами. Участие в брифинге приняла и руководитель Департамента образования Ненецкого округа Галина Медведева. Если соблюдать сегодняшние санпины, строительство каждого детского сада выливается на Крайнем Севере с учетом неразвитости транспортной инфраструктуры в сотни миллионов рублей. Сегодня норма 2,5 квадрата на ребенка. А в той вот сегодняшней переполняемости кабинетов, если сделать, например, 2 квадрата, как когда-то были санпины, вернуться, то на эту же площадь можно, так скажем, посадить чуть большее количество детей. Ну, на 60 квадратов на 2,5 или 2, да? То есть до 30 человек. Вторая проблема, наверное, вот сегодня у нас есть предписание, что у нас в старых, особенно в детских садах, на селе нет водоотведения, водоподведения. То есть холодная должна быть горячая вода, по санпинам должны стоять унитазы. И в детских садах, в старших группах проблема не только водоподведения и отведения. Даже если мы ее подведем, должны быть септики. Сталкиваясь с другой проблемой, септики нужно вот куда-то вывозить. Мы сегодня не имеем, да, полигонов для вывоза. Поэтому, считает глава региона Игорь Кошин, для различных климатических поясов должны быть разные санпины. По факту, получается, у нас очень интересные вещи. Санпин для Москвы, для Каратайки, либо Ушкары, они абсолютно одинаковые. Нормы учебных кабинетов абсолютно одинаковые. Нормы врачебных помещений точно также абсолютно одинаковые. Понятно, что детский садик, скажем так, на большой земле и детский садик в условиях заполярья – две принципиально разные вещи. Безусловно, условия для жизни должны быть созданы и в Москве, и в Наринмаре, и в Каратайке на определенном уровне. Но у нас какой выбор? Либо строить детский садик, либо у нас просто не будет возможности его построить. Потому что соблюдая те сегодняшние нормы санпины, строительство выливается в сотни миллионов рублей. По словам Игоря Кошина, с этой проблемой сталкиваются не только Ненецк и округ, но и все северные регионы страны. Предложение главы Ненецкого округа внесено в протокол заседания Арктической госкомиссии. И будет направлено в профильные министерства и другие арктические субъекты на проработку. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин направил руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву обращение с просьбой провести проверку обоснованности цен на авиабилеты в Наринмар и обратно, которые в летний период вновь резко пошли вверх. Текст письма глава региона рассместил на своей странице ВКонтакте. В своем обращении губернатор напоминает, что воздушный транспорт является в регионе единственным видом транспортной инфраструктуры, обеспечивающим круглогодичное межрегиональное пассажирское сообщение. Межрегиональные пассажирские авиаперевозки из Наринмара в Архангельск, Москву и Санкт-Петербург осуществляют две авиакомпании – это ЮТЕР и Нордавиа региональной авиалинии. Авиакомпании занимают доминирующее положение на рынке и, как пишет губернатор, устанавливают монопольно высокие цены на авиабилеты, количество которых по минимальным тарифам экономического класса ограничено от 5 до 10 мест на рейс, и жители округа вынуждены приобретать их по максимальным тарифам. В мой адрес постоянно поступают обращения граждан, обеспокоенных высокими ценами на авиабилеты, особенно в наиболее востребованный период массовых летних отпусков, отмечает Игорь Кошин. Так, по маршруту Наринмар-Москва в авиакомпании ЮТЕР стоимость авиабилета экономического класса в ноябре-2015 марта 2016 годов составила более 8,5 тысяч рублей. В июне-августе 2016 года от 18 тысяч рублей до 21,5 тысячи. В аналогичный период в авиакомпании Нордавиа региональной авиалинии соответственно 6 800 рублей и от 18 тысяч до 26 тысяч рублей. По маршруту Наринмар-Архангельск в авиакомпании Нордавиа региональной авиалинии стоимость авиабилета эконом-класса в ноябре прошлого года, марте текущего составила почти 9 тысяч, в июне-августе 2016 года составит 10,5 тысяч рублей. В этой связи Игорь Кошин просит провести проверку соблюдения указанными авиаперевозчиками федерального закона о защите конкуренции в части запрета на установление и поддержание монопольно высокой цены. Принципиальное решение по жизненно важным вопросам. Депутаты Кожного парламента провели заседание очередной сессии. В повестку дня включили 43 вопросы, каждый из которых имеет равную значимость. Они касаются и социальной жизни граждан региона, урегулирования земельных отношений, оказания бесплатной юридической помощи и прочее. По традиции трансляция сессии шла в режиме онлайн. Такой формат предлагает всем жителям округа в режиме реального времени следить за принятием решений. Один из социально значимых вопросов сессии – изменения в закон о здравоохранении в Ненецком округе. Все поправки прошли через общественное обсуждение. Одно из весомых изменений – реализация жилищной политики для работников здравоохранения. Мы говорим не только о медсестре, а мы говорим о том, что право за найм, компенсация за найм у нас в округе будут получать и так называемый младший персонал, без которого всю систему здравоохранения трудно себе представить. Но вводится и серьезное такое ужесточение. Для того, чтобы медицинская сестра у нас получила данную льготу, необходимо проживать на территории Ненецкого автономного округа 15 лет. На наш взгляд, это очень важно с тем, чтобы закрепить именно кадры, которые, например, получили образование на базе социально-гуманитарного колледжа, видимо, сестер, и будут получать данную льготу. Хочется сказать, что если в предыдущем законопроекте региональном 10 лет работник мог получать оплату за жилищный найм, то сейчас эта сумма сокращена до 5 лет. Предполагается, что при поддержке заработной платы медицине, собственно говоря, перед работником стоит уже задача использовать, например, очень хорошую беспроцентную 5% ипотеку. Далее депутаты обсудили вопрос о квотировании мест для приема на работу инвалидов в Ненецком округе. Законопроект предлагает работодателям, среднесписочная численность которых составляет более 50 человек, выделять рабочие места для приема на работу ли с ограниченными возможностями. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, в 2015 году центром занятости населения трудоустроено 17 граждан с ограниченными возможностями здоровья. На учете в центре занятости состоят еще 28 человек, 5 из которых проживают в сельских поселениях. Эта категория достаточно широкая, у нас представлена и в регионе в том числе, и поэтому сюда подпадают инвалиды первой, второй, третьей группы. Самое главное, чтобы не было противопоказаний врачей, а все остальное это уже механизм реализации. Поэтому я полагаю, что у нас состоялось правильное решение, мы создаем рабочую группу. Сейчас было первое чтение, поэтому мы продолжим работу над законопроектом, потому что самое главное, чтобы эта норма была реализована. Реализованы в Ненецком округе будут и другие изменения, внесенные в региональные законы, в частности, в закон о регулировании земельных отношений. Этот документ предусматривает возможность высшему должностному лицу региона без проведения торгов предоставлять земельный участок юридическим лицам под строительство объектов социального, культурного, бытового или коммунального назначения. В том числе предусмотрено строительство многоквартирных или индивидуальных домов, если жилые помещения в них будут предоставляться гражданам, потерявшим свое жилье в результате чрезвычайной ситуации. Сегодняшний законопроект расширяет права губернатора при выделении земельного участка под жилищное строительство. Так вот, сегодняшний законопроект, он несколько расширяет права высшего должностного лица и дает ему возможность предоставлять такие земельные участки, если многоквартирный дом, который будет построен, 60% жилых помещений в нем будут предоставляться для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Очень хорошая идея законопроекта. Конечно, там возникает ряд вопросов о механизме такой передачи жилья, сколько будет стоить такое жилье для округа, каким образом вообще будет приобретаться это жилье, и ряд вопросов, связанных с наличием или отсутствием инфраструктуры на этом земельном участке. Но я уверен, что соответствующие профильные департаменты нашей администрации смогут выработать такие подзаконные нормативные акты, которые эти вопросы урегулируют. Эта сессия стала решающей и для устава Нейнского округа. Он принял сразу несколько изменений. Все поправки выработаны по результатам круглого стола. 20 лет уставу Нейнского округа, основному закону арктического региона, опыт, проблемы, перспективы, который прошел в октябре прошлого года. Во-первых, мы отразили четко вхождение округа в арктическую зону Российской Федерации и решили, что в уставе должно быть записано, что все вопросы, которые касаются округа, должны решаться в соответствии с тем, что округ полностью вошел в арктическую зону, таким образом, как бы за собой зарегистрировали место в той программе Российской Федерации по развитию арктической зоны. Таким образом, мы так зарезервировали за собой там место. Вы знаете, мы первый, наверное, регион, который от упоминания об арктической зоне унес свой устав. Кроме того, устанавливается положение о том, что депутаты окружного собрания приносят на первом заседании торжественную присягу. С такой инициативой выступил глава региона Игорь Кошин. Порядок принесения присяги, а также ее текст, предлагается установить в законе округа о статусе депутатов собрания депутатов Нейнского округа. Мария Владимирова, Ирина Цепетова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Земельные участки, инвестиционная карта НАО, тарифы на электричество для субъектов торговли на селе и первое предложение от предпринимателей о государственно-частном партнерстве. Вот неполный спектр тем, которые успели обсудить на Координационном совете по предпринимательству. В этот раз он прошел в необычном формате открытый микрофон. К диалогу пригласили представители бизнес-сообщества. Символично, что мероприятие прошло в день российского предпринимательства 26 мая. Где можно ознакомиться с перечнем госимущества, которые предприниматели могут взять в аренду? Этот вопрос стал первым в рамках проведения открытого микрофона. Предложить сегодня такой большой перечень, что прям уже взять в аренду, думаю, что мы, наверное, сильно вас не порадуем. Но у нас второй вопрос отрабатывается. Бизнес-инкубатор – это где мы сможем предоставить льготную аренду для начинающих предпринимателей. И ведется поиск других помещений. Ключевыми вопросами встречи стали земельные отношения. Зачастую предприниматели, которые хотят организовать свое дело, возникают проблемы не только с помещениями, но и с землей. Вот, допустим, у меня есть миллион рублей. Вот где я могу кафе построить, где я могу прачечную, где я там, ну, гараж, где там, слесарную, что-нибудь такое, да? Вот есть такой план вообще? Этот вопрос власти региона уже взяли на контроль. Управление земельных и имущественных отношений провело инвентаризацию тех земельных участков, которые были даны в аренду, но никак не использовались. Сегодня изъято 11 таких участков, и скоро они будут выставлены на торги. Они будут выставлены не ранее сентября на торги. Они будут выставлены не в том виде, в котором они есть. Потому что, ну, сами понимаете, там история длинная, и разрешенное использование, может быть, не вызовет интерес сейчас, да? То есть мы будем менять разрешенку, будем учитывать мнения предпринимателей, фонды, и, соответственно, предложения архитекторов. Именно поэтому мы не хотим торопиться, хотим, чтобы к августу был уже готов проект планировки и архитектуры, чтобы мы со своими вот этими участками старыми, да, попали в проект планировки. Просто с тем разрешенным использованием, которое, по мнению архитектуры, нужнее. Но оно, безусловно, останется коммерческим. Может быть, один или два участка, ранее располагавшиеся, ну, никто не думал, что там будет дорога, они, может, будут изъяты из этого списка. Возникли у предпринимателей и вопросы по поводу участков земли в центре города, на улице Смедовича. Разговор о коммерческой застройке территории шёл ещё несколько лет назад, но до сих пор остаётся открытым. По словам Михаила Кушнира, когда будет готов новый проект планировки города, а это случится к концу августа, станет понятно, в каких конкретных местах можно строить. Затем будет сделан проект межевания, и участки будут выставлены на торги. По словам специалистов, это случится не ранее первого квартала 2017 года. В рамках встречи прозвучало первое для региона предложение о государственно-частном партнёрстве. У меня предложение конкретное, что, может быть, дать поручение профильным департаментам и проработать вопрос возможности включения в план ГЧП именно проекта по восстановлению Памбашора. В качестве модульного, скажем так, варианта развития туризма на территории. То есть я, будучи руководителем туристической компании, естественно, не скрываю своих целей и задач. И наша цель и задача – это создать такие условия, при которых, например, можно возить туристов, можно там зарабатывать деньги. Но в то же время хочется, чтобы это было сделано абсолютно легально, чтобы это приносило, так сказать, выгоду и самому населению территории, которая там живёт. С другой стороны, я также понимаю, что, в принципе, найти деньги, предположим, на восстановление бассейна, на восстановление избушки, поставить какие-то объекты – это полдела. Самое главное, мне кажется, это всё-таки, чтобы власти, они обеспечили постоянный контроль этой территории, которого сейчас нет абсолютно. То есть на словах у нас Памбашора является гордостью округа, там уникальная территория. По факту творится там бардак, и кто хочет, тот ездит, и что хотят, то и творят. Представители профильных ведомств с инициатором согласились. Это предложение можно обсуждать, но в правовом русле с учётом природоохранного законодательства. Этот вопрос решено рассмотреть на следующем Координационном совете по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Крупный рогатый скот, гигантские кролики, куры, петухи и гуси – всё это богатство в нескольких километрах от города выращивает семья Григорьевых. Фермеры не только содержат добротное хозяйство в непростых экономических условиях, но и собираются его расширять. О планах и существующих проблемах хозяин крестьянско-фермерского хозяйства Александр Григорьев рассказал гостям. Из Наринмара в Тельвиску с визитом приехали делегации Департамента финансов и экономики совместно с Фондом поддержки предпринимательства. Отправилась в Тельвиску и наша съёмочная группа. Это Авдена. Как? Авдена. А как? Это цивули. Ну, их уже на ферме так назвали. Авдена, цивули и маленькая фросия. В крестьянско-фермерском хозяйстве семьи Григорьевых две дойных коровы и телёнок. Малышка родилась в феврале. С двух коров, которые, кстати, приобрели на средства окружных грантов, в день фермеры получают порядка 37 литров молока. В Тельвиске оно пользуется большой популярностью. А спрос, как говорится, рождает предложение. К июню на ферме появятся два бычка и ещё одна корова. В сентябре также рассчитывают на пополнение. К следующему году в планах Григорьевых довести количество до 10 голов. Я думаю, молоко не будет оставаться, потому что можно и творог делать, и сметану. Можно выйти уже на побольше уровень молочной продукции и вывести. А планируете обеспечивать только Тельвиску? Нет, в городе у меня есть тоже свои клиенты. Мы каждый день, вот я езжу в город и привожу им городских. Очень много и заказов ещё городских. На очереди вот стоят. Планы у животноводов большие. Для крупного рогатого скота необходимо построить ферму, закупить упаковочное оборудование для молока. Этим летом Александр намеревается сам заготовить сено для коров, а не привозить его из Кировской области. Купил роторную косилку и мотоблок. Развитие хозяйства требует больших сил и финансовых средств. Пока, по словам Александра, работают на перспективу, только встают на ноги. Хорошую поддержку на этом этапе молодым фермерам оказывает округ. За счёт субсидий как бы легче. Вот на литр молока, если будут пока субсидировать, хотя бы этот год, будет полегче, пока я вот не встану на ноги. Потому что сейчас и материал, пиломатериал тут очень дорогой. В городе как бы ещё легче, а сюда доставить это уже другая цена. Кроме коров, в хозяйстве Григорьевых есть и пернатые. 12 несушек даёт 10 яиц в день. Подрастают 4 выводка, а значит, количество яиц будет увеличиваться. Гуси пойдут на мясо. Если продукция начнёт пользоваться спросом, их число вырастет, и Александр построит для них отдельное помещение. Бельгийский великан, до 10 килограмм живого веса. А это те, с кого всё началось. Изначально у Григорьевых были только кролики. Опыт ведения личного подсобного хозяйства и подтолкнул заняться бизнесом и увеличить количество животных. Кстати, в мае этой семейной ферме исполнится ровно год. Очень порадовало это посещение. Я поняла, что надо действительно выезжать на место ведения бизнеса и смотреть. Молодец Александр Андреевич в том, что расширяет свой бизнес. И гранты, которые даны были из окружного бюджета, они принесли реальные результаты в виде молока для населения. И население очень пользуется, и спрос есть. И есть потенциал для роста этого бизнеса. Сейчас, когда он получает участок ещё дополнительный, строит ферму, расширяет своё, так сказать, поголовье коров, это радует, что мы, в принципе, получаем реально работающий бизнес. По словам Татьяны Лагвиненко, округ и дальше будет помогать крестьянско-фермерскому хозяйству семьи Григорьевых. К примеру, у Александра есть возможность взять субсидию на модернизацию своего производства. Ферма Григорьевых – проект для Тельвиски социально значимый. Это не только обеспечение качественными продуктами, но и новые рабочие места. В хозяйстве уже работает один помощник. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Вы смотрели программу «Итоги недели». Мы рассказали вам о наиболее значимых событиях, прошедших семи дней. Посмотреть наши новости вы также можете на сайте по адресу www.trksever.ru. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова